Из Китая в Челябинск доставили электробус. Пока это необычный для России общественный транспорт и единственный в стране. Весной он проходил обкатку в Москве. Теперь же начинает курсировать в столице Южного Урала. Правда, без пассажиров. Почему, расскажет Егор Хвисюк. Александр Ваганов поворачивает ключ зажигания. Умная техника отвечает приветственным сигналам. Приборная панель сообщает, что можно начинать движение. Александр работает водителем автобуса уже более шести лет. Успел посидеть за рулем многих моделей общественного транспорта. Но впервые в кабине электробуса, которая буквально напичкана множеством кнопок и показателей на иностранном языке. Вот специалист с переводчиком присутствует. Ну а так-то это китайский автобус, который прибыл именно из Китая. Его сняли с маршрута и привезли нам в Челябинск. В Челябинске тестируют первый полностью электрический китайский автобус Ютон. В машине 36 посадочных мест. Всего он рассчитан на 80 пассажиров. Его уникальность в абсолютной экологичности, ведь в качестве топлива используется электроэнергия. Ее черпают из 16 аккумуляторов, которые расположены в днище электробуса. В среднем заряда автобуса хватает на 300 километров пути. Он способен полностью отработать смену и зарядить все свои аккумуляторы за 7 часов покоя. Никаких выхлопов. В Китае эта модель уже зарекомендовала себя. Но в Челябинске испытания только начались. Их координирует частный перевозчик. Если тест пройдет успешно, компания может вывести на маршруты несколько таких электробусов. Пока машина курсирует без пассажиров, изучаются технические характеристики. Мы планируем порядка месяца использования этого автобуса, чтобы понять цикличность зарядки, разрядки автобуса, насколько хватает километров в наших климатических условиях. И после этого будем принимать решение о том, выгодно нам это, невыгодно, стоит это этих денег или это для нас дорого. У китайского электробуса есть ряд преимуществ перед классическими машинами. Например, бесшумность. Двигатель работает очень тихо. Это особенно ценно, ведь по плану такие электробусы будут проходить через спальные районы. К сожалению, возможности опробовать новый вид транспорта у горожан не будет на время тестов. Его оборудуют специальным искусственным грузом, но нам предоставилась редкая возможность на себе ощутить плюсы автобуса. И хочу сразу же отметить систему климат-контроля, которая особо понравится южноуральцам во время нашей суровой зимы. И, конечно же, плавность хода, которая больше напоминает троллейбус, создается впечатление, что ты буквально плывешь по дороге. Водители же отмечают приятный функционал. К примеру, с каждого из боков машины внутри салона установлены камеры. При парковке, допустим, очень удобно использовать заднюю камеру. Видно, как ты подъезжаешь назад или если близко к чему-то вперед подъезжаешь. Переднюю камеру тоже можно использовать. Стоит электробус два раза дороже обычного – 20 миллионов рублей. Зато эксплуатация может дать экономию. Примерный расход электроэнергии составляет 500 рублей на 100 километров. У бензина – полторы тысячи рублей на такое же расстояние. Сколько стоит наше здоровье? Вообще здоровье человека, можно сказать, оно бесценно. Сколько мы потом можем потратить на лекарства, медикаменты, на лечение? Поэтому необходимо населенные пункты делать чище. И экология как раз-таки должна решать одну тоже из главенствующих роль. Потому что это наше здоровье, здоровье наших жителей. Напомню, о тестировании электробуса в Челябинске с инвестором договорился губернатор Борис Дубровский. Это один из шагов по переходу на экологически чистый транспорт в рамках года экологии. Сейчас, я напомню, выбросы от автомобилей дают порядка 30% загрязнения воздуха. Так что переход на такие электрические машины может существенно снизить объем вредных выбросов. Егор Хвисюк, Антон Захаревич, ОТВ.